Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населёнными пунктами Красный Риман, Торская, Кременная, Варваровка, Боровеньки. Группировка войск Донецкой Народной Республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населённые пункты Приморская, Приазовская, Шевченко и Бердянская. Вооружёнными силами Российской Федерации взяты под контроль населённые пункты Попова, Новогоровка, Новомихайловка, Любимовка. Вооружённые силы Российской Федерации принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах готовят провокации, прикрываясь мирными жителями. В городе Мариуполь боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрывы завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя. Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности, могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь-Широкин. Всё это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Васильково. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин. По имеющейся у нас данным в Харькове, украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород. По сути дела их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия. Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии и отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона. Вчера в районе населенного пункта Бородянка, западни Киева, подразделениями вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три так называемых джихад-мобиля, начиненных с рычаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бородянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений, один из боевиков выпрыгнул из машины, огнем российского противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета джихад-мобили и боевики были уничтожены. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1533 объекта. Среди них 54 пункта управления и узла связи Вооруженных сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, БОК-М1 и ОСА, 52 радиационных станций. Кроме того, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов. Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть. Ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений, Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяема многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация. Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Немченко, находясь в передовом рубеже в течение 40 минут метким огнем, уничтожил 9 единиц бронетехники, 6 танков и 3 БТР-80, а также более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники БТР-80 и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. В ходе боя российский танк был атакован американский ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих. Российский военнослужащий, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой, вопреки воле украинского народа, в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена. Редактор субтитров А.Семкин